Спасибо, что вам три дня тут рассказывали, и поняла, что про то, из чего сделаны галактики, на них уже довольно много. Поэтому я немножко изменила название и добавила ключевое слово «как». Ну, галактики состоят, в большей части, из звезд. Немножко газа, немножко пыли, магнитные поля. Но как все это организовано? В общем случае, у галактик есть два структурных компонента, таких крупных, масштабных. Это валджи и это диски. Валджи отличаются от дисков тем, что у них три измерения. Это трехмерные структуры, эллипсоиды, может быть, не шарики, может быть, огурсоиды с тремя различными измерениями. А диски — это в первом приближении структуры плоские, то есть у них радиус существенно больше, чем толщина. Природа вот этих компонент, именно формы, она тесно связана с динамикой. То есть почему у нас диски плоские, а валджи сфероидальные? Потому что так в них движутся звезды. В балджах звезды могут летать по всем трем направлениям, и форма вот эта вот сфероидальная поддерживается так называемым эллипсоидом скоростей, то есть распределением хаотических движений звезд. Если сфероид круглый, это значит, что случайные скорости во всех направлениях примерно равны. В среднем. Если сфероиды сплюснутые, то чаще всего в том направлении, которое у нас короткое, дисперсия скоростей звезд меньше, чем в том направлении, которое у нас длинное. А вот такая вот плоская форма дисков поддерживается тем, что в дисках, именно в движениях звезд преобладает вращение, круговое вращение именно в плоскости диска. Скорости поперек диска у звезд случайные они есть, но они по амплитуде, в среднем, меньше, чем в скорости порядочного вращения. Вот эти движения звезд характеризуют словом «момент». Момент – это вектор, он имеет направление. Если у нас звезды движутся строго в плоскости, то момент направлен поперек. В общем случае распределение момента может быть достаточно сложным. Схему Хаббла вам неоднократно показывали. Галактики у нас бывают эллиптические, линзовидные, спиральные и небольшой процент неправильных галактик. Линзовидные и спиральные галактики – это большое семейство дисковых галактик. Они состоят, в общем случае, из двух структурных компонентов – из спироида и диска. А эллиптические галактики в первом приближении – это чистые спироиды. На самом деле, конечно, жизнь сложнее, чем первое приближение. И во многих эллиптических галактиках внутри сидят маленькие диски. Но с первого взгляда вы их не заметите, только если, опять же, помилите движение звезд. А с первого взгляда вам кажется, что это однокомпонентные галактики, и состоят они из одного большого спироида. Начиная уже с линзовидных галактик, структура становится сложной. По крайней мере, два крупномасштабных компонента – спироид и диск – есть во всех дисковых галактиках. Когда Хаббл рисовал эту схему, он вдоль зубцов вилки, вдоль зубцов камертона, расположил дисковые галактики от ранних к поздним, и классификация была по внешнему виду спиральных ветвей. У ранних спиралей туго закручены спиральные ветви, у поздних они раскрыты. Но на самом деле, когда народ начал пытаться в эту схему закладывать какую-то физику, оказалось, что другой параметр управляет внешней формой галактики, и другой параметр располагает дисковые галактики вдоль этого зубца. А этот параметр – это вклад балжа в общую светимость. Вот здесь ВЭКТ – это как раз балж по отношению к токолу – вклад балжа в общую светимость. И оказалось, что у ранних спиралей вклад балжа в общую светимость может доходить до половинки, то есть балж по светимости примерно равен действию, в то время как у поздних спиралей балж сходит практически на небо. Вы видите, тут 1%, 5%. То есть балжи у поздних типов маленькие. Здесь снизу вы видите табличку встречаемости разных типов галактик в Ближней Вселенной. В Ближней Вселенной до расстояния 40 мегапартик от нас пересчитали все галактики и посмотрели, каких у артологических типов больше всего. Больше всего в Ближней Вселенной спиральных галактик. Их больше 70%. На втором месте идут галактики линзовидные, их 15%. Как вы видите вместе, дисковые галактики составляют подавляющее большинство галактик в Ближней Вселенной. Эллиптических галактик совсем мало. Тут написано 3%. Я видела работы, в которых говорилось и 5%. Но, в принципе, эллиптических галактик в Ближней Вселенной совсем мало. И дальше встает вопрос. От чего же, собственно, зависит форма или, более, так сказать, разно с физической точки зрения, динамика галактики? Как нам сделать эту галактику, чтобы она была там или сфероидальной, или плоской? Показывала вот такое вот распределение звезд по скоростям, по моментам. Как они должны были собираться, эти галактики, чтобы получилось, в конце концов, то, что мы видим в Ближней Вселенной. Теоретики, конечно, не молчат. Теоретики у нас люди разговорчивые. И они обязательно нам расскажут, как все это должно быть. Надо вам сказать, что современная теория очень, во-первых, продвинутая, во-вторых, амбициозная. Современные космологи могут вам объяснить, как эволюционирует вся Вселенная в целом. Причем точность предсказания — это не просто разведение рука, а не качественная картина. Это количественные предсказания и точность их количественных предсказаний где-то на уровне одного процента. Мы наблюдать с такой точностью не можем, а вот теория нам предсказывает, как точно оно должно все быть. Что нам говорят теоретики по поводу образования галактик различных морфологических дел? Вам уже наверняка говорили, что во Вселенной в гравитации доминирует темная надзия. Вся эволюция структуры Вселенной, как распределено вещество во Вселенной, управляется гравитацией, а в гравитацию подавляющий вклад делают темные материи. Темные материи, согласно современной модели, самые популярные, примерно в 6 раз больше, чем материи барионные. Барионные материи – это то, что, в принципе, мы можем наблюдать. Это газ, это звезды, это вся таблица Менделеева. И вот барионов в 6 раз меньше, чем темной материи. А гравитирует у нас и то, и другое. Из-за того, что барионы существенно меньше, чем темной материи, теоретики нам первое, что они сказали, что эволюция распределения вещества во Вселенной управляется распределением темной материи, а барионы, газ, должны строго следовать за темной материей. Куда она пошла, куда пошел и газ. После этого расчет эволюции Вселенной становится очень простым. Мы берем компьютер, мы грузим в него 10 миллиардов частиц темной материи и включаем притяжение между каждой парой частиц. Можно даже не заморачиваться общей территорией относительности по Ньютону. Притяжение пропорционально к массе частиц и обратно пропорционально к квадрату расстояния между ними. Запускаем эти силы, и компьютер, он большой, он может нам посчитать, как будет двигаться каждый из 10 миллиардов частиц, и как они будут перераспределяться в пространстве. И вот таким образом считается эволюция всей Вселенной франции. И надо сказать, что если смотреть, что получается, то на больших масштабах получается похоже на реальное распределение галактики в пространстве. Трудности возникают, если мы идем на масштаб одной конкретной галактики. Ну и тут теоретики справляются, они вводят в веревочки параметры, за которые можно подергнуть и сделать конечный модельный продукт похожим на реальные галактики. Итак, ключевой пункт моделей – это иерархическая скучность. Сначала материя, темная материя и бриона вместе с ней были распределены во Вселенной очень оздорово. Мы смотрим, допустим, на температуру великого фона, поверхность последнего рассеяния, когда еще плотоны были жестко связаны с материей, и видим, что там колебания плотности не превосходят 10-6 градусов, 10-5 градусов. То есть все было распределено очень однородно. Потом начало пучковаться из-за того, что гравитация работает, и частицы темной материи притягиваются друг к другу. И началось собирание, прежде всего, темной материи в гравитационно связанные объекты. Вселенная, как известно, расширяется по хабу. Но если у вас какой-то кусок материи, какой-то коллектив частиц друг к другу притянулся, то вот эти гравитационно связанные куски материи уже не участвуют в расширении, их держит гравитация. И вот таким образом происходит так называемый коллапс темных галок. И во Вселенной сначала образуются маленькие темные галлы с характерной массой, скажем, миллион солнечных масс. Потом, по теории, маленькие темные галлы должны сливаться, образовывать более крупные темные галлы. И вот этот процесс идет иерархически. То есть понятно, что сначала поглядуются самые маленькие объекты, им проще собраться. И только через много-много миллиардов лет, когда гравитация, управляющая этим процессом, подойдет уже к слиянию достаточно крупных галок, в современную эпоху образуется коллапсивное скопление галактик. Это масса 1015-й масс Солнца. И это самые массивные на сегодня из гравитационно связанных объектов, которые не расширяются вместе со всей Вселенной. Их держит гравитация в конкретном объеме. Борионы должны следовать при этом за темной матерью. И вот нам в теоретике рисуют, что же происходит. Образуется темная галла. Вот, допустим, сначала небольшое. Или ассоточная масса. Борионы распределяются по всему объему этого темного галла. Или реализуются. Приходят в равновесие. Температура газа должна быть в равновесии с гравитацией темного галла. Это означает, что, допустим, если мы возьмем темное галло, как у нашей галактики 1012-й масс Солнца, то температура у газа внутри этого галла, чтобы газ был в равновесии с гравитацией, это миллион километров. Это очень большие температуры. Из такого горячего газа звезды образовываться не могут. Поэтому, чтобы началось звездное образование, газ должен остыть. Газ может остыть. Газ излучает. При температуре 10 в 6 кельмин он излучает тренген. И когда газ излучает, он остывает. Если газ остывает, он теряет энергию, но не теряет момента. У каждого темного гала и у газа, который внутри этого гала начинает жить, у них всегда изначально есть момент. Это все вращается. И поскольку газ теряет энергию, но не теряет момента, он оседает в диск. Формируется диск с моментом, соответствующим моменту темного гала. Но поскольку газ – это система столкновительная, то диск тоже плотный, и начинается звездное образование плотного газа. У нас формируются первым делом звездные диски. Это первый макологический тип галактик, который по теории должен появляться на Вселенной. Но дальше продолжается иерархическое искучивание. И вот встречаются два темных гала, внутри каждого из них сидит галактика. Два темных гала встречаются, гравитация сближается и сливается в одно более крупное темное гало. Что происходит при этом с галактиками, которые проживали внутри этих темных галалок? Галактики тоже сольются. Не так быстро, как в темных галах. Тут вот маленькая галактика покрутится вокруг большой галактики, но в конце концов из-за динамического трения темной материи она будет терять свой момент орбитальный, и в конце концов он попадет на более крупную галактику. Галактики тоже должны слиться. Это второй этап эволюции галактики. Значит, есть длительная, медленная фаза, когда газ остывает, оседает в дизне, и дальше в дизне образуются звезды. Время, характерное звездообразование, 2 миллиарда лет. Есть быстрая фаза с характерным временем меньше 100 миллионов лет, когда два гала сливаются, и две галактики внутри них тоже сливаются. Это быстрая фаза. Вот поначалу космологи уверяли, что эти две фазы в жизни каждой галактики черепляются, и так идет эволюция, в том числе эволюция морфологического тела. В этой фазе образуется диск. При слиянии двух галактик образуется сфероид. Расчеты показывают, что любое слияние двух звездных дисков дает в результате сфероидальное тело. Но потом, после того, как образуется сфероид, снова начнется долгая, медленная, спокойная жизнь. Снова из вот этого уже большого гала будет оседать диск. Газ в диск. И вокруг сфероида сформируется диск, и мы получим дисковую галактику раннего типа, когда вокруг балджа у нас протяжен диск звездный. Из-за этого следует. Из-за этого много чего следует. Во-первых, из-за этого следует, что балджи в дисковую галактику должны быть всегда старше диска. Потому что сначала слились на галактике, сначала сформировался балдж, а потом уже вокруг него насобирался диск. Это первое следствие, которое нам в 90-е годы предложили космологи. Второе следствие, это то, что элитические галактики должны быть самыми молодыми галактиками на Вселенной. Потому что, если мы видим чистый сфероид без дисков, это значит, что только что произошло слияние, не успел еще нападать в диск следующего поколения. Он не успел нападать. Только что буквально на днях слились две галактики. Оба этих предсказания были полностью опровергнуты в обиде. В лензовидных галактиках ближней Вселенной Балджер всегда был лучше диска. А элитические галактики, это вообще самые старые объекты во Вселенной. Прежде чем крупнее элитическая галактика, тем старше ее звездное население. Это наблюдательные факты. Поэтому что-то со всеми этими модельными предсказаниями сразу не залазилось. Но потом, правда, теоретики предложили третью фазу формирования дисковой галактики. И это оказалось очень изначенное предложение. Речь идет о так называемой холодной аккреции. То есть, если вот в этой фазе у нас горячие рентгеновские газы, распределенные по всему галла, отрывают и падают сверху и снизу в диск, то вот здесь у нас изначально галла с горячим газом. Снаружи подходят жгуты холодного газа. Это, в общем, уже на достаточно продвинутой фазе эволюции Вселенной, когда материя попучковалась и приобрела филоментарное распределение. В современной Вселенной распределение материи устроено так, что есть крупные узлы скопления, а между ними тянутся как бы ниточки-филоменты, которые соединяют скопления. И вот вдоль этих филоментов может течь холодный газ, затекать на центральный диск и закручиваться. Это вообще замечательная была идея, потому что этот газ холодный приносит лишний момент. Первоначально диски вот при расчетах такой модели оказывались слишком компактными. Слишком компактными по сравнению с наблюдаемыми. Здесь холодные филоменты, если они падают не точно на центр, а чуть промаживаются, они приносят в галактику свой орбитальный момент, диск получается более протяженным. Это куда лучше похоже на наблюдение, чем он был раньше. Так что модель поправили, и вот это вот холодный газ, натекание холодного газа на километр, это сейчас является ключевым пунктом модели. Вот если мы предположим, что это доминирующий механизм формирования дисков в галактике, то тогда мы можем каким-то образом сделать по крайней мере диски, похожие на наблюдение. Со сфероидами продолжается история, так сказать, с непонятными. История с развитием моделей. Со сфероидами до конца еще путь не пройдет. Ну, значит, теперь как вот эти три фазы могут влиять на морфологический путь? Я вам уже немножко сказала, на этом слайде как бы суммирую то, что я вам только что сказала. Большие слияния, когда сливаются галактики соотношения масс больше 1 к 4, то есть 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4, такие слияния называются большими мершими. Большое слияние. Если сливаются галактики схожих масс, сравнимых масс, то диски звездные обязательно разрушаются, и в результате получается сфероидами. Причем при этом момент распределяется таким образом, что вот этот сфероид, он будет весьма слабо унощаться, а форма его будет поддерживаться случайными движениями звезд, случайными хаотическими движениями звезд. Если же на большую галактику падает малый спутник, если у нас, допустим, отношение масс сливающихся галактиками 10, то диск большой галактики при этом может не разрушиться. Маленький спутник упал, и диск большой галактики сохранился. Этот маленький спутник как бы распределил свое вещество по всему диску большой галактики. Но при этом вот такой малый нержик, он обязательно в диске греет. Греет не в смысле повышения температура газа, а в динамическом смысле повышаются скорости хаотических движений звезд, диски. И если у нас изначально был, допустим, тонкий диск, потому что скорость вращения 200 км в секунду, а хаотические движения поперек 30 км в секунду, то после падения спутника с массой 10%, у нас эти хаотические движения станут более быстрыми, ну скажем, до 70-80 км в секунду. Из-за того, что у нас звезды начинают более быстро двигаться поперек диска, диск становится, естественно, толще. Вот это движение звезд мы видим как изменение формы. Звезды дальше уходят от материальной плоскости, и диск становится более толстым. Вот так малыми нержами могут формироваться толстые диски. И это одна из хаотис, в частности, для формирования толстого диска в нашей галактике. Одна из пяти или шести возможных гипотез о том, как в нашей галактике сформировался толстый диск. Упал слезы, и старое население разогрелось. И, наконец, если у нас есть холодная агрессия, плавное вытекание газа холодного извне вдоль веревочек, вдоль филаментов, то это позволяет сохранять тонкий диск. Он у вас будет нарастать с внешней стороны. Вот здесь будет накапливаться газ и зажигаться звездообразование, но при этом, особенно если желание приезжать в плоскости основного диска, у вас процесс будет очень плавный и ламинарный, и структура диска хозяйской галактики вообще нарушаться не надо. Он может даже сохранять себя как тонкий диск. Это очень замечательно, потому что в ближней Вселенной больше 70% спиральных галактик, а у спиральных галактик диски тонкие. И пока не придумали этот механизм, опять же было противоречие с теорией, если у нас все время падают спутники, то почему у большинства галактик тонкие диски, почему мы не видим разогрева динамического и утолщения диска. Но вот если у нас вот эта фаза доминирует, то тогда да, галактика может сохранять свой тонкий диск в миллиарды метров. С точки зрения цифры, с точки зрения числа мы характеризуем динамическую полность диска отношением скорости вращения к дисперсии скорости. В данном случае картинка для дисперсии скорости и газа, а вот слева картинки для дисперсии скоростей звезды. Эти картинки две относятся к галактикам ранних типов. Красные – это эллиптические, вот тут тоже есть некоторые эллиптические, но большинство синих – это линзолидные галактики. Линзолидные галактики и галактики дисковые, как вы видите, у них отношение скорости вращения к связи с скоростью хаотического движения звезд достаточно великого. Это, ну, допустим, половинка. У настоящих больших эллиптических галактик это могут быть проценты. То есть хаотические движения очень сильно преобладают вращением упорядоченного практического мира. Если мы хотим какую-то галактику классифицировать с точки зрения динамики, мы померяем ее слоев вращения, мы померяем хаотические движения звезд. Если у нас щельский спектрограф пересекает галактику, а значит, у нас лучшее зрение пронзает эту галактику, то хаотические движения звездного лучезрения у нас ушли в распределение линий спектрографии, в распределении скорости. И померяем ширину линии, в данном случае линии поглощения, мы померяем хаотические движения звезд. Значит, если у нас хаотические движения существенно быстрее, чем вращение, то вот галактики падают вниз и считаются спероидами, то есть эллиптическими галактиками. Диски идут существенно выше. А это спиральные галактики. В данном случае нам показывают наши дисперсии скоростей газа, а не звезд. Это отношение скорости вращения и дисперсии скоростей в ближних спиральных галактиках где-то от тройки до тройки. Вот вы видите синим закрашенную полосу, и, ну, наблюдатель, да, на правду относится большим красным движением, к этому я еще в конце лекции подойду. Вот. То есть меряем скорость вращения, меряем хаотические скорости, делим одно на другое, и если у нас получается больше единицы, то это диск, если получается меньше 1,3, то это спероид. Ну, и всякие приличные варианты тоже имеют в вид. Наша галактика. Наша галактика, как известно, галактика дисковая. И как у нормальной дисковой галактики у нее есть все эти компоненты. Есть спероид, небольшой, и есть диск, причем даже, можно сказать, не один диск, а два. Есть тонкий диск, толщиной где-то 300 парсек, и есть толстый диск, толщиной где-то 1,5 килопарсек. Вот эта структура сначала действительно была открыта как структура. То есть мерили вблизи Солнца распределение звезд перпендикулярно экваториальной плоскости, считали количество звезд единиц объема, строили зависимость от высоты этой экваториальной плоскости и получали как бы двухкомпонентное распределение. Сначала это было в районе 1984-1980 года. Джерри Гилмор объявил, что он открыл плоский диск. То есть распределение двухкомпонентное. Есть звезды, дисковые, но на расстоянии 3,5 парсек в ходе квадриальной плоскости. Потом появились критики, которые сказали, да не, ну это просто вот у нас такое распределение и неэксперенциальное, и неэксперенциальное, и неэксперенциальное, и секундквадратное. А вот такое вот сложное распределение, вот такое. Но это все один и тот же диск. Но доказательство того, что толстый диск это отдельный компонент со своей особой эволюцией, пришло, когда появились данные по химическому составу звезд. Оказалось, что не только структурно толстый диск отличается от толстого диска, и даже не только кинематикой, он отличается химически, по химическому составу звезд. И это оказалось ключевой пункт. Вот на этой картинке, правда, не много звезд, но на самом деле их сейчас померено уже многие тысячи, многие сотни тысяч. И картинка примерно вот такая сохраняется. Если мы по оси Х отложим металличность, на верхней картинке это феррукаш, на нижней картинке это магний каш, а по оси У отложим отношения объявия магния к объявию железа. Причем не просто отношения, а вот эти квадратные стопки означают, что в сравнении с солнечными отношениями. Солнечный состав мы знаем очень хорошо. Возьмем логарифм отношения магния к железу в какой-то звезде минус отношения магния к железу в Солнце. И вот эта логарифмическая шкала, так называемая редекция, 0,3 означает, что магния к железу в два раза больше, чем в Солнце. И сразу же выяснилось, что если в тонком диске отношение магния к железу солнечное, 0 означает логарифм, равно 0, значит само отношение в единиц. В тонком диске это отношение солнечное, то не только в галок звездном, но и в толстом диске это отношение плюс 0,3, плюс 0,4. То есть магния существенно больше по отношению к железу, чем на Солнце. Вот тут опять же, спасибо теоретик, но уже не к Солнцу, а специалистам по эволюции галактики, по химической эволюции галактики, которые практически мгновенно объяснили, от чего это может быть. Оказалось, что отношение магния к железу это индикатор продолжительности основной эпохи звездообразования. Чем выше отношение магния к железу, тем короче была эпоха формирования звездного Солнца. Почему? Потому что магния, как и кислород, как и другие элементы, производят массивные звезды, а основным источником железа являются сверхновые типа 1А. Сверхновые типа 1А это белые карлики, взрывающиеся в двойных системах, а белые карлики получаются из относительно небольшой массы звезд. То есть не больше 8 массов. Должна быть масса прогенидра, чтобы в конце получился белый карлик. Это наверняка вам тоже уже рассказывали, чем массивнее звезда, тем меньше она живет. Те звезды, которые производят магний, у которых массы начальния обвестим от Солнца и выше, они живут 10 в 7-й, 10 миллионов лет, 20 миллионов лет, 30 миллионов лет, не больше. Те же звезды, которые сделают нам белые карлики, которые потом взрываются как сверхновый тип 1А, а каждая сверхновая тип 1А выдает нам на горах половинку солнечной массы чистого железа. Это меня в свое время поразило. Какой-то там белый карлик, 0,6-0,8 массы Солнца. Но когда он взрывается, мы получаем половинку солнечной массы нового чистого железа. Это потрясающая эффективная фабрика по производству нового железа. Но чтобы начали взрываться сверхновые типы 1А, должны сформироваться белые карлики. Это значит, что должны проэволюционировать звезды с небольшими массами две массы Солнца. Две массы Солнца. Это должен пройти миллиард лет от начала эпохи звезды образования. И вот что же у нас получается? Началось звездообразование. Формируются звезды всех масс. Массивные звезды, более массивные, чем 10 масс Солнца, взрываются через 10-20 миллионов лет. И выдают нам новый магний, новый кислород, новый альбелин. Симпетизированные звезды. Потом, если звездообразование продолжается, то эти новые элементы входят в следующее поколение звездов. Только через миллиард лет, через несколько сотен миллионов лет, начинают взрываться сверхновые типы 1А. Им нужны белые карлики. И только через несколько сотен миллионов лет начинает в больших количествах поступать железо. Остановим звездообразование через 100 миллионов лет после начала. Здесь новый магний уже пошел в звезды. А железо, которое после этого начало производиться, оно в звезды не войдет, потому что звездообразование прекратилось, и новые звезды больше не образуются. И вот так, если эпоха звездообразования была короткой, 10-8 лет, так мы можем получить повышенное отношение магния к железу в звездах по отношению к солнечному. Солнце, как известно, у нас сформировалось 5 миллиардов лет назад. До этого звездообразование в диске в тонком шло уже как минимум 3 миллиарда лет. И солнечно-химический состав соотношения магния к Солнцу – это наследство длительного звездообразования. Длительностью не менее 2-3 миллиардов лет. Если же звездообразование было короткое, то мы получим повышенное отношение магния к железу. Что мы и видим не только в галлах, но и в толстом диске. То есть, когда стали разбираться, выяснилось, что толстый диск, во-первых, сформировался давно, там звезды старше 10 миллиардов лет, во-вторых, он сформировался очень быстро. Так же, как и в галлах. Сейчас народ считает, что между формированием толстого диска и началом формирования толстого диска была пауза. Пауза в звездообразовании 2-3 миллиарда лет. То есть, сформировалась галлах, сформировался толстый диск, и звездообразование прекратилось. 2-3 миллиарда лет все было тихо и спокойно, а потом началось формирование толстого диска. То есть, 10 миллиардов лет назад наша галактика была лимзолитной. У нее был толстый звездный диск, а не было звездообразований. И только 8 миллиардов лет назад начал формироваться тонкий диск. В тонком диске возможна развитие неустойчивости, появились спиральные ветви. Бар появился. У нашей галактики есть бар, причем достаточно большой, радиусом 4, чем по всех. Это все возможно, и спиральные ветви, бары, это все возможно только в тонком диске, но и в результате формироваться 8 миллиардов лет назад. По поводу отношения альфермерта к железу, которые есть характеристика длительности эпохи звездообразования, и по поводу полезности сравнения этого отношения с общей металличностью звезд. Вот, может быть, кто-то вам уже говорил, но вы не верите, что звездная галла нашей галактики сформировалась с мержанным слиянием многочисленных маленьких карликовых галактик. Так говорят к основному. Если галла спироидальная, то значит, она должна была формироваться мержанным. Ну и все говорят, наверное, наша галла образовалась вот давным-давно путем слияния многих многих карликовых галактик. А те карликовые стены, которые еще остались у нашей галактики, у нашей галактики есть 42 достаточно крупные карликовых сформирования спутников, это вот то, что еще не успело слиться, но сольется сформирование. Это неправда. Потому что если в галла нашей галактике высокое отношение альтроэлементов к железу вплоть до галактической стены, то вот эти цветные значки нам показывают химический состав звезд карликовых спутников, они приходят на солнечное отношение альтроэлементов к железу уже вблизи минус полтора. Что это означает? Это означает, что в карликовых и стереоидальных спутниках нашей галактики были продолжительные звезды образования, но очень малоэффективные. Галлы нашей галактики быстро за 10 восьмой лет накачали одну десятку общей металлической от солнечной, а здесь они накачали в лучшем случае одну сотую за несколько миллиардов лет, когда отношение альтроэлементов к железу приползло к солнечному. И напротив, для Баунжи нашей галактики, которая тоже есть в сферу, когда мы смотрим на отношение альтроэлементов к железу по отношению к общей металлической, мы видим, что к солнечному оно приходит на суперсолнечную металличность. Это значит, опять же, что и полностью это образование было очень короткое, но очень эффективное. За эти десять восьмой лет в Баунже накачали суперсолнечную металличность, то есть очень эффективное было звездообразование, и очень быстро протекала химическая эволюция, которая повышала общую металлическую металлическую. Но с Баунжи в нашей галактике, вот я обещала вам скандал, потому что Баунжи моложе дисков, с Баунжи в нашей собственной галактике тоже всё не так просто. Вот буквально совсем недавно померили химический состав большой выборки звезд Баунжи, и оказалось, что распределение по металличности, ну, во-первых, широкое, про это знали дальше, а во-вторых, в нём видно по крайней мере два, а вот и три отдельных пика. Когда вот такое распределение по металличности как бы распадается на несколько пиков, все говорят, ага, это были разные события, те, которые дали эти звезды и эти звезды. Поверили в возраст, но тут вот уже по оси х возраст звезды. Это металличный пик, вот этот, это малолеталличный пик, вот этот. Да, действительно, распределение по возрастам оказалось разное. Если звезды относительно низкой металличности сформировались там, ну, 10 миллиардов лет назад в нашем Баунжи в основном, то звезды из этого пика сформировались всего 3-4 миллиарда лет назад. В нашем Баунжи есть молодые звезды, это именно те, у которых высокая металличность. Вот, народ продолжал резвиться, и вот здесь вот показаны распределения этих звезд. Вот это для малометалличных, а это для относительно металличных звезд. Распределение, ну, мы на нашем Баунжи, на центре галактики, смотрим как бы вот сребра, да? Вечный путь от полоса мы сидим в диске и смотрим на Баунж сребра. И мы можем в нашем Баунже, ну, для определённого большого количества звезд, померить химсостав и посмотреть, как распределены вот в этом разрезе звезды разными металличностями. И оказалось, формы разные. Малометалличные звезды – это всё-таки зероид, может быть, даже пролейт. Вот. А если смотрим на металличные звезды, то это вообще, говоря, ящичек. И тут подошли к динамике и заключали – ага, мы знаем, как сформировался вот этот компонент Баунжи. Это Баунжи – это Баунжи. Если посчитать динамическую вонюцию Баунжи, то есть возьмём сначала тонкий диск, потом расформируем Баунжи, а потом будем считать, что будет происходить с этим Баунжи. Там есть такие динамические механизмы, опять же, разогрева поперёд плоскости, которые из бара, как структуры диска, из плоской структуры, делают довольно такую толстенькую структуру, причём форма будет вот действительно вот такая вот ящикообразная. Это называется псевдобалж. Псевдобалж – потому что не похож на аносфероид, а сформировался из материала диска. Псевдобалж – они отличаются и формой, и динамикой. Они, как правило, достаточно быстро вращаются. Они унаследовали свой материал из диска, а в диск – большой момент. И они, естественно, всегда сильно положат, чем классические Баунжи, поскольку сначала нужно было сформировать тонкий диск, потом в нём пара, потом уже начался разогрев, и 3-4 миллиарда лет сформировался вот этот псевдобалж. То есть сейчас Баунжи нашей собственной галактики выделяют несколько поколений звёзд, которые формировались на протяжении нескольких миллиардов лет. Ну, теперь немножко пойдём на большие красные смещения. С большими телескопами сейчас наблюдают галактики на красном смещении пятёрок. Это уже большие выборки галактик – сотни объектов. А десятки объектов выделяют на красном смещении семёрка, и некоторые уже видны на красном смещении десятка. На самом деле это означает, что мы можем наблюдать эволюцию галактик на просветках. Почему? Потому что скорость света конечна. Чем дальше от нас галактика, которую мы наблюдаем, тем дольше идёт свет, и пока он до нас доползёт за несколько миллиардов лет, мы наблюдаем сегодня и видим галактику, какой она была несколько миллиардов лет назад, потому что свет от неё шёл именно в эти несколько миллиардов лет. Космологи, опять же, переводят всё в цифры и очень хорошо нам предсказывают, как связано красное смещение наблюдаемой галактики с тем временем, которое нужно потом, чтобы дойти от этой галактики до нас. Там есть формула с квадратными корнями, но на этой картинке всё представлено могли. Вот у нас красное смещение. А вот здесь, по вертикали, возраст Вселенной на тот момент, когда мы наблюдаем эту галактику. Если мы наблюдаем галактику на красное смещение 0,5, возраст Вселенной возле с половиной миллиардов лет, мы её наблюдаем 5 миллиардов лет назад. Если мы наблюдаем галактику на красное смещение 1, мы её наблюдаем 8 миллиардов лет назад. Галактику на красное смещение 2 мы наблюдаем 10 миллиардов лет назад. А если мы доползли до красного смещения пятерка, то тут Вселенной был всего один миллиард лет после Большого взрыва. При том, что возраст Вселенной сегодня 13,8, вы видите, что практически всю революцию Вселенной и галактики в ней мы можем наблюдать за счет того, что мы наблюдаем все более и более далекие галактики. И этим сейчас все очень увлечены, все, у кого есть большие телескопы, и получено много интересных результатов. Ну, сначала картинка даже не с Большого телескопа, а это картинка из глубокого северного Хамбловского поля, когда Хамбловский космический телескоп наблюдал, собирал свет от небольшой площадки. В течение двух недель, и в пустой, на первый взгляд, площадке вылезли изображения нескольких двух, больше, чем две тысячи галактик, и многие из них оказались на больших разных смещениях. Поскольку Хамбловский космический телескоп, когда он копил этот сигнал, уже давал пространственное разрешение 1,1 секунды, стало возможным разглядывать морфологию этих галактик, далеких. И тут же, прямо сразу в 1997 году, обнаружилось, что до красного смещения единица, вот от нас до единицы, морфологически галактики выглядели так же, как рядом с нами. То есть вся последовательность Хамблов неизменно наблюдается последние 8 миллиардов лет. Вы видите, на красном смещении единица, шикарная совершенно спиральная галактика, видевая флашмяка, дивная, прекрасная, громады Заяц-карабелька. Это как-то подозрительным образом совпадает с возрастом тонкого диска нашей галактики, 8 миллиардов лет. Сейчас уже народ пришел к мысли, что именно 8 миллиардов лет назад на красном смещении единица началось формирование тонких дисков во всех спиральных галактиках. Началась, собственно, история формирования морфологической последовательности Хамблова. А что было на более высоких красных смещениях? На красных смещениях вот где-то от полутора и выше галактики начинают приобретать очень клочковатые галактики. То есть мы не видим там дисков, мы не видим спиральных литвей, варок не видим. А мы видим кучу комков. Размеры одного комка киллпарсек полтора максимум. И они вот так вот как-то то веревочкой, то таким вот цветничком располагаются. Галактики назвали круговатыми. И космологи сразу закричали, ну слушайте, мы же вам говорили, что на ранних стадиях маленькие галактики должны сливаться с большими. Вот они у нас на глазах и сливаются. Вот они маленькие, вот они собрались, вот они сейчас садятся и будет большая галактика. Но наблюдатели, конечно, не померят. Надо проверить, как это можно померить. Нужно померить, снимать у каждого из этих комочков, нужно определить скорость. И если это хаотическое распределение, то это да, это семьяния. А вот если это не хаотическое, то это вполне может быть звездообразование в тубных комплексах. И мы просто не видим, что тут между этими комплексами звездообразования. И подложку мы можем просто не видеть. Задача была поставлена. На VLT, на 8-метровых телескопах заработали панорамные спектровые точки, которые позволяют измерять для протяжённого объекта, позволяют получать спектр от каждой точки. И это значит, что в каждой точке протяжённого объекта, в каждой точке галактики мы можем измерить по эффекту толплера скорость. Вот этот обзор КМОС был направлен на то, чтобы измерить скорость по линии несённой Ашальфы для галактик в этом диапазоне красных смещений, когда Ашальф уже выезжает в ближнюю прокрасную область. Это очень удобно. КМОС означает, что спектрограф работал в полосе К, 2 микрона. Но уже начиная от полосы J, в этот спектральный диапазон выезжает эмиссия Ашальфа с лабораторной длиной волны 6560 мл. И можно по эмиссии Ашальфа померить скорость газа и получить полис хоростей газа. Это диск. Газ, он же террорически холодный, он всегда отслеживает вращение диска. И вот этот оптор был сделан. Вы видите, сколько галактик было промерено на этих больших красных смещениях. Вот тут вот коллекция с красного смещения на единицы, вот тут вот коллекция с красного смещения двойка. Галактик было промерено много, несколько сотен. И оказалось, что вот эти комковатные галактики, это на самом деле, да, это единые регулярно вращающиеся диски. То есть выглядит это всё вот как коллекция комочков, а когда меряют полис хоростей, то получается диск с регулярным круговым вращением. Это, да, действительно уже совершенно срелаксированные диски, но в них вот отдельные области звездообразования выглядят более яркими, чем по ножкам. Это всё гравитационно связанная, хорошо срелаксированная дисковая галактика. Отличие этих дисков от современных дисков только в том, что там даже газовые компоненты динамически горячие. Дисперсия скоростей газовых облаков в несколько раз выше, чем в нашей ближней Вселенной. Вот тут показано в зависимости от красного смещения, как растет средняя дисперсия скоростей газовых облаков. Если, допустим, наши галактики это 10-15 км в секунду, то на красном смещении двойка-тройка это уже 70 км в секунду. Что это означает? Это означает, что и газовые диски на красном смещении двойка толстые. Если в нашей собственной галактике у нас есть только звездный толстый диск, а газ лежит строго в плоскости и представляет из себя тонкий диск, то на красном смещении двойка газовые диски были толстыми, толщиной килопарселя. Собственно, вот эти галактики с размером 1 килопарселя это подстройка под толщину газового диска. Область звездного образования с той самой толщиной, которая соответствует толщине газового диска. Ну и кривые вращения, которые были построены в этих полях скоростей. Здесь усоединено кривое вращение от 100 галактик. Они тоже оказались не похожи на близких к нам. Если, допустим, в близких к нам галактиках вот здесь вот красненьким нарисована кривая вращения туманности Андромеды, зелененьким – наши собственные галактики. Если они выходят на плато на больших расстояниях от центра, то в дисковых галактиках на красном свещении двойках кривые вращения честно падают. И форма такой кривой вращения, падающей, полностью описывается звездным компонентом диска, который тоже видим, который тоже измеряется. Вот поменяли фотометрический скок от звезд, посчитали гравитацию от этого звездного диска, и она полностью описывает наблюдаемую кривую вращения газа. В галактиках, в дисковых галактиках на красном свещении двойках, с точки зрения динамики, невинны темные материи. Невидны. Значит, на этой картине сравниваются дисковые галактики ближней Вселенной, вот эти квадратные перечеркнутые. Большие синие кружки – это галактики дисковые на красном свещении двойках. Это отношение доли темной материи в общей массе. Если по кривой вращению для дисковых галактик ближней Вселенной получается там от 50 до 80 процентов, нужно откладывать темная материя, скрытая масса, то у галактики на красном свещении двойках, вообще говоря, ничего в пределах ошибок она может не укладывать. Но удивительно, что, между прочим, у эллиптических галактик ближней Вселенной для них тоже мерят кинематику по звездам. Вообще говоря, у них тоже не чувствуется темная материя в кинематике. Эту спиральную галактику, плоскую дневное вращение в эллиптические галактики, темной материи в движении звезд в динамике не ощущается. Ну и дальше я хочу рассказать экулистическую историю про то, как наконец построили модель формирования эллиптических галактик. Как я и сказала, изначально предположение о том, что эллиптические галактики формируются с большим нержином, встретилось с множественными трудностями при сравнении с наблюдением. И вот в 2008 году последовала такая критическая трудность, которая наконец похоронила эту проблему. А именно, наблюдением на красном смещении двойка, ну и меньше, померили эволюцию размеров массивных эллиптических галактик. Оказалось, что при той же массе эллиптические галактики на красном смещении двойка существенно компактные. Они компактные в 5-6 раз в среднем. То есть та же масса звёзд, те же есть в 11-100 млрд звёзд, засунуты в существенно меньший объём. Если мы вот это отношение пятёрка-шестёрка возведём в куб, то мы получим, что плотность упаковки звёзд в эллиптических галактиках на красном смещении двойка на два порядка выше, чем в близких нам эллиптических галактиках. Стали думать, а вот что нужно сделать с эллиптическими галактиками на Z двойка, чтобы из них получить эллиптические галактики, которые, видимо, как у нас. Эллиптические галактики — это галактики со старым звёздным населением, и вот что точно с ними делать нельзя, нельзя в них образовывать молодые звёзды. Вот категорически. Вот что угодно делаете с этой эллиптической галактикой десять миллиардов лет назад, но звёзды новые туда добавлять нельзя, и газ в мышле не помогает. Стали считать разные модели, разным цветом, разные механизмы обрисованы. Первым делом, конечно, посчитали слияние галактик сравнимых масс. Вот эта синяя сделка. И оказалось, что при слиянии галактик сравнимых масс, радиус растёт пропорционально массе. Да, действительно, радиус будет расти, но масса будет расти пропорционально. И тогда, чтобы получить, вот это галактики на Z0, это галактики на Z2, чтобы получить нужный размер, мы ускачем на звёздные массы 10-13, нет таких эллиптических галактик. Ближней Вселенной. Эта стрелка рисует нам нереалистичную эволюцию. А реалистичной оказалась зелёная стрелка, которая соответствует малому нежному, когда на большую галактику падает в молитву. Тогда масса растёт пропорционально квадрату. И мы попадаем куда надо, при скромном увеличении массы мы увеличиваем радиус нужный 5-6 раз. И вот это позволило полностью поменять концепцию формирования эллиптических галактик. Вот эту картинку я уже взяла из галереи НАСА. Это то, что для народа. Если это для народа, значит народ, в смысле не народ, а большинство ученых в это поверили. Это новая концепция формирования эллиптических галактик. Ну, сначала мы ввести большой взрыв, потом вот тут написано слово Мершин – не верить. потому что тогда на красном смещении пятёрка эти фрагменты, которые сливались, они были в основном газовыми. Это ещё не слияние галактик. Галактик, подавляющий вклад в массы, вносят звёзды, а тут сливались газовые фрагменты. Это, в общем-то, монолитный коллапс по Ларсову. Когда у нас одно большое газовое облако разбивается на маленькие облачка, все эти облачка начинают летать, сталкиваться, слипаться и формировать звёзды. И вот это происходило на красном смещении пятёрка. Газовые фрагменты сливались и образовывали одно плотное газовое облако, в котором, естественно, немедленно началось очень эффективное, очень сильное звёзда образование. Такие галактики наблюдаются в интервале красного смещения от двух до четырёх. Это называется, так называемый, субдинитронной галактики, когда очень интенсивное звёздообразование сидит в плотном полевом окне. Мы его даже не видим в ультрафиолете, мы не видим его в линии Лаймон-Альт. Сидит плотный полевой кокон, вернее, сначала кокон, а внутри много-много молодых звёзд, которые греют этот пылевой кокон, и мы видим только субмиллиметровое излучение, излучение в далёкой инфракрасной области от сильно нагретой пыли. Но чем массивнее галактика, значит, речь идёт о формировании массивных элитических галактик, это уже массивный конгломерат газа, пыли и звёзд. Чем массивнее галактика, тем у неё массивнее центральная чёрная дыра. И когда у нас идёт мощное звёздообразование, и газ летает по всему объёму, турболизует, теряет момент пады на центральную чёрную дыру, зажигается квазар. Чем массивнее галактика, тем массивнее чёрная дыра, тем ярче зажигается квазар. Квазар греет газ, разгоняет его, и звёздообразование прекращается. На красном смещении двойка. 10 миллиардов лет назад мы получаем компактную звёздную галактику с массой 10-11, 2 на 10-11 на Солнце, без звёздообразования. Это те эллиптические галактики, про которые вот здесь вот шла речь. Зародыши эллиптических галактик. Масса уже подходящая. Они уже полностью набрали свою звёздную массу. Звёздообразование больше не нужно. Но очень компактный размер. И дальше в течение 10 миллиардов лет на эту затравку валятся спутники. Небольшие спутники, но их много. Множественные малые межистики. Они валятся в течение 10 миллиардов лет, галактика раздувается, и мы получаем на Z-0 современную эллиптическую галактику. с умеренным увеличением массы, но с сильным увеличением радиуса. Значит, вы меня спросите, почему речь идёт именно о сухом лежитке? Почему должны падать спутники без газа? Я вам отвечу. Они могут быть газом. Но если упадёт спутник с газом, то уже не будет электрической галактики. Газ упадёт на галактиках, начнётся звёздное образование, формирование дисков, и вы получите галактику спиральную. Вот может быть, подпитка формирования дисков в современных спиральных галактиках идёт именно так, множественным падением спутников с газом. Но если галактике повезло, и у неё система спутников без газа, тогда мы получим современную эллиптическую галактику. Вот тут мы наконец можем объяснить, почему в ближней Вселенной так мало эллиптических галактик. Потому что очень малая вероятность того, что ни у кого из этих спутников не будет газа. И только потом. То есть мы переворачиваем. Понимаете? Вместо того, чтобы говорить, что вот морфологический тип определяет такой-такой-такой путь эволюции галактики, мы говорим наоборот. Могут быть разные пути эволюции галактики. И детали этого пути определяют морфологию конечного продукта. Если не будет газа в спутниках, то будет эллиптическая галактика. А если будет газа в спутниках, то галактика будет спирамид. И тогда, в общем, как-то немножко всё встает на свои исполненные собственности. Я в самом начале сказала, что в самом начале была плотность 10-5. Чего 10-5? Это контраст. Контраст. Ну, наблюдая на самом деле температуры, увеличение температуры над общим фоном у реликта, если разделить на среднюю температуру, получается 10-5. То есть, если мы увеличение плотности там вместе разделили среднюю плотность, по контрасту, накрасное смещение с полтора. Полтора тысячи. Всё? Вопросов нет? Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВСЕЛОДИСМЕНТЫ